Привет всем! Сегодня я решил записать такой видеоролик об оборудовании, которым я пользуюсь. О моих впечатлениях, о том, как я пришел к этому оборудованию, чем оно меня зацепило. И, конечно же, я покажу моменты, как это все звучит, как это все управляется. И именно сегодня и сейчас я сделаю, пожалуй, вступительный обзорный ролик. Наверное, это на сегодняшний день самый топовый гитарный синтезатор под названием BOSS SI1000. Вот он на экране. И начну я, наверное, все-таки с того, как я к нему пришел. Дело в том, что до прошлого года я играл всю жизнь, а на гитаре я играю уже очень давно, лет 40 уже, наверное. И до прошлого года буквально я пользовался только аналоговыми видалями, примочками, за исключением задержки, конечно. И ламповым оборудованием. Старался обходиться без процессоров, во всяком случае. Если нужно было включаться куда-то в линию, я использовал кабинет-эмулятор от МТ, Пангея, по-моему, называется. Такая маленькая коробочка. Преамп использовал ламповый, тоже от Shift-Off, Shift-Line, компания у нас такая в Питере есть. И вроде бы как выруливал звук таким образом в линию, если. Ну, а в комбик-то там, сами знаете, не вопрос. Включил любую педаль, и если комбик хороший, она будет звучать нормально. Ну, конечно же, опять же, если еще и руки хорошие у гитариста. Я все-таки решил попробовать. Конечно же, процессоры берут тем, что это удобно, компактно. И настраивать звук с аналоговой ламповой аппаратурой намного сложнее, чем с процессором. Потому что там нужны условия. Там нужны стены, нужен воздух определенный. Я думаю, что люди, которые слушают, смотрят этот ролик, понимают, о чем я говорю. Нужно правильно поставить микрофон комбику. И микрофон нужен правильный. Ну и потом, я очень часто играю на улице, но на улице это просто нереально. Это просто Unreal. И у меня был комбик ламповый, Богнер. Я один раз в жизни его взял на улицу. Он просто звучал хуже самого дешевого процессора на улице. А комбик реально топовый. Он у меня в закрытых помещениях звучал просто убийственно. Мой взгляд на прохождение звукового тракта обычно говорят или рисуют на картинке. Звуковой тракт проходит так. Гитара. Дальше что там, примочки или что там, процессор. И дальше конечный усилитель или комбик или что еще. Я бы эту картинку немножечко переначал. Звуковой тракт начинается где-то примерно отсюда, наверное, где-то. Или вот отсюда, наверное. А может быть, это вот так вот проходит, конечно. Вот так. Но у кого-то это место звук мимо обходит. Но тем не менее, звук зарождается где-то здесь у человека. Потом он постепенно переходит. Сейчас скажет, ну, погнал, чувак. Нет, это не погнал. Это реальность. Потом он переходит в руки. Звук. В кончике пальцев. Через медиатор. Звук попадает на струны, как вы понимаете. Здесь он, конечно же, обрабатывается инструментом, кабелем и так далее. Но все-таки зарождение звука, оно у человека в голове, в руках, в душе. Если у человека внутри этого звука нет, то, конечно же, все гитары и все комбики у него будут звучать одинаково. Я продавал комбик, офигенно звучащий. Месобуги Марк 4. Он очень круто звучал. Реально круто. Приехали такие два парня. Ну, что, надо послушать. Ну, включили. Он у них так зазвучал ужасно. Так, вообще, я думаю, ничего себе. Вот это круто. Такое тоже бывает. Boss SI 1000 справляется с очень многими задачами и очень хорошо справляется. Сейчас я просто сыграю кусочек одной композиции. И сейчас у меня гитара включена в этот процесс. Гитара у меня вот такая вот. Goden XSTI, по-моему, модель называется. Это вот, которая с пьезиком и с темброблоком и с выходом с 13-пиновым на процессор. Ну, о гитаре я тоже потом еще расскажу. Вот. Сейчас просто я извлеку пару звуков. И вы услышите, как он звучит. Это сейчас там звучит акустика. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»